На трибунах более 4 тысяч человек. Среди них руководство округа, включая главу Дмитрия Волошина, и болельщики, как давние, так и только присоединившиеся. Все замерли в ожидании матча футбольного клуба «Химки» с красноярским «Енисеем» в четвертом туре ФНЛ. Соперник непростой, в прошлом сезоне участвовал в играх премьер-лиги и серьезно настроен отвоевать свой титул обратно. Но и «Химчане» сдаваться не планируют. На их счету уже три игры, причем все завершились с победным счетом. Удастся ли им прорвать оборону противника сегодня? Уже с первых минут «Химки» взвинтили темп и вели игру исключительно на половине поля соперника. За 10 минут матча удалось организовать пять опасных моментов у ворот «Енисея». Результат атаки – первый гол от Алексея Скворцова на 19-й минуте. Наиболее ярко в матче проявил себя Артем Полярус. Полузащитник уже хорошо показал себя в играх этого сезона, в этот раз и вовсе установил рекорд ФНЛ, сделав три голевые передачи. Одна из них позволила Аршаку Коряну на 25-й минуте забить свой первый в сезоне гол. Во втором тайме, несмотря на очевидное преимущество, атака «Химчана» не спадала. Третьего гола болельщики ждали недолго, а под занавес еще один сюрприз для трибун. Считанные секунды остались до конца матча. Только что на 87-й минуте «Химчане» забили четвертый по счету гол. Но при этом борьба у ворот соперника не останавливается. С каким же счетом выиграет сегодня «Химки»? Вопреки ожиданиям счастливых болельщиков, которые не удивились Бужи и пятому голу, за последние три минуты счет не изменился. 4-0. Победив «Красноярцев», футбольный клуб «Химки» прочно закрепил свои позиции на первой строчке турнирной таблицы. Мы победили 4-0. Ес! Мне кажется, что это очень большая победа, и мне очень понравилось, что мы выиграли. Главный тренер команды настроен, я думаю, на то, чтобы вывести команду в премьер-лигу. И думаю, все у него получится, будет все замечательно. Ну посмотрите, какой матч, какая команда. Начала, наконец, играть. Лидеры турнира, много народу. Слава Богу. Пока «Химки» – самая лучшая команда в мире. Самая-самая лучшая. Я ее обожаю. Следующий матч «Химок» состоится 28 июля. Сыграют на выезде с Волгоградским ротором. Поддержите свою команду. «Химки» – чемпион! «Химки» – чемпион! Ксения Брагина, Николай Забродин, Служба новостей.